Привет зрители! Сегодня с нами на трассе Logan Stepway версии City, а значит с вариатором. И это лучшее, что случалось с Logan за все время производства. Ну не считая конечно кросс-обвеса, потому что эта легковушка всегда была легковым кроссовером. С отличной подвеской и позволяла Дубай стяна в любых условиях. Теперь статус установлен, смотришь на Logan, получаешь кросс. Ну и отмечу, что шины в этот раз у нас совсем не кроссоверные. Conti Premium Contact 5, а значит в движении мы ощутим вот этот налет премиальности. Logan он очень нужен. Почему? Сейчас узнаем. Отмечу, что этот обзор именно посвящен ездовым свойствам автомобиля. Все остальное можете найти на канале. Был в Пресс-Туре, все версии откатал. Ну и даже сногсшибательный пролет на хэтчбеке был. В условиях ограниченной погоды, ограниченной видимости на трассе. Ух, я там шпарил, да. Ну а здесь другие дела. Другой по сути автомобиль. А все потому, что вариатор наделяет машину невероятной экономичностью. Вот, что удивительно, то удивительно. Ну и конечно, кнопочка ESP проглядывает, чего почему-то лишен автомобиль. На механике, хотя казалось бы, именно там эта кнопка особенно нужна. Но здесь версия City она появилась. Равно как и подогрев, например, показометр нагрева двигателя. Тоже он здесь есть. Удивительная история. Машина с вариатором позволяет получить больше информации. Активно работает климат-контроль. Давайте мы его чуть-чуть утихомирим. Палец солнца. Расход я сюда привез какой. Давайте посмотрим. 25. 10,5 литров. Ну, кто-то скажет, многовато. Но тапка в пол, мое кредо. Поэтому, естественно, расход бывает разный. Я его сейчас сброшу. Чтобы было понятно. Давайте посмотрим. И поедем по трассе. Окей. Драйв. Вперед. Ох уж этот пух лезет. И буквально забивает все дыхательные отверстия. Наша страна славится разными препонами. Да. Тополя не из них. Но равно как и оружие космическое тоже. Да. Поэтому, видимо, тополем и назвали. Куда угодно проедет, любую пробьет. Ну, это немного патриотизма такого махрового. Поехали потихонечку. Обратите внимание. Сейчас еду в пол педали. Хотя, казалось бы, разгонная полоса. Нужно педаль в пол максимально быстро вклиниваться в поток. Но я делаю это нарочито медленно. И посмотрите. Вариатор держит постоянно обороты на одном уровне. То есть мы плавно разгоняемся. Растет скорость. Никакой имитации передач нет. И в помине. Кто-то смотрел разгон. Думает. Ну, как же так? Мол, вариатор передачу меняет. Кому-то это почему-то не нравится. Я же отмечу, что вот, пожалуйста, режим, в котором плавно растет скорость. Обороты фиксированы на отметке около двух. Даже чуть ниже. И ты потихонечку движешься вперед до необходимых тебе отметок. Используем тормоза. Не буду справа обгонять. И потихонечку обгоняем грузовик. Ну, давайте попробуем. Вот она. Вот она. Максимальная мощность педаль в пол. И тут же появляется имитация передач. Настройка двоякая. Подходит тем, кто любит экономично ездить. Ну, а тем, кто хочет получить драйв. А драйв как раз и есть. Это смена режимов работы двигателя. Возможность разогнаться. Получить удовольствие от переменных ускорений. Да. Вот эти вот небольшие микро-пинки, которые дают смену передач. Они-то добавляют эмоции. Да. Хочешь ехать спокойно? Пожалуйста. Едва дави педаль. И у тебя нет имитации. Да. Вариатор спокойно держит ворота. Хочешь давить педаль в пол? Пожалуйста. Кстати, отмечу. Логанмобиль. Это трансляторное средство, которое оставит вас с правами. Максимальная скорость 170. Поэтому как тапку не дави, можешь ехать смело. Ну, главное штрафы, плати. Которые в данном случае будут, по сути, платой за скорость. Вот так вот. Нигилизм правовой растет все больше и больше. Ну, а все потому, что дороги позволяют устраивать настоящую немецкую езду с педалью в пол. Без труда автомобиль держит дорогу. Спасибо Conti Premium Contact 5. Спасибо новым настройкам. Хотя, на мой взгляд, все-таки на летней жесткой резине машина едет менее приятно, нежели на мягкой, еще более мягкой зимней. Причина в другом усилителе. Но на механике 112 сил точно такой же усилитель, отмечу. Многие писали, мол, на механике гидравлика. Нет, друзья, это совсем не так. Знаете, видите, на максимальной скорости мы проходим дугу. Педаль в пол. Вот так вот едет Логан. Смотрите, обороты меньше 5000. Что ж, достойно. Сброшу ход и обсудим дальнейшую историю, которая здесь есть. Так вот, жесткая резина добавляет в нуле пустоты, как это неудивительно, да? И реактивное усилие на руле, то есть взаимодействие с автомобилем усиливается при его отклонении. В нуле же он несколько пустоват. Как-то неудивительно, да? Вот зимой такого эффекта нет. На хэтчбеке нет. Может быть, настройки самого автомобиля разные. Сложно мне сказать. Видите, кстати, сразу падает расход. Ездить экономично. Не давить педаль в пол. Логан в кросс-обвесе позволяет быстро ехать. Даже ГТшечку сюда можно было поставить. 2.0 от Тастера. Ох, я бы навалил. Но на практике большинство это не нужно. Большая часть людей едет так. А свою паспортную скорость автомобиль держит без проблем. Позволяя легко перемещаться и игнорировать помехи на дорогах. Так что имейте в виду. Спокойное вождение. Залог того, что вы будете экономить топливо. Ну и, возможно, ехать более безопасно. Тут уж каждый сам для себя решает, что у него приоритете. Отвлекся я от усилителей. В общем, хэтчбек и седан, в данном случае Логан, едут по-разному. Может зависеть от версий разных. Может какие-то настройки из-за того, что тут, например, ESP отключается, там нет. Может еще какие-то моменты скрытые, потому что база отличается. Колеса на автомобиле хэтчбек короче. Он более заводной, более агрессивный. В общем, требует темы дальнейшего изучения. Ну а так автомобиль позволяет без труда двигаться в правильном темпе. Он, кстати, что-то зацепился в пакетик какой-то. И ехать экономически. Давайте посмотрим на обороты. Показал я вам всю прыть. Без труда прошли все связки. Вот уже мой стиль, да, педаль в пол 170. Молодец человек. Правильно. Я считаю, именно таким поведением мы можем сделать больше. Мы можем на платных трассах, по крайней мере. Я согласен, что бесплатные трассы должны быть ограничением. Платные. Платишь, едешь сколько хочешь. Безопасные условия. И максимальное что удовольствие, что и перемещение с точки А. Вот такой сегодня сбивчивый рассказ. Тем не менее, возвращаемся к нашему логу. Ну и так, обороты. 130 по спидометру 3000. И могут они быть, кстати, разными. А все потому, что зависит от сопротивления ветру. Все здесь достаточно ветрено снаружи. Очень это мне нравится. Это дополнительная экономичность. Плюс возможность тут же получить отпрыг. Продавливаешь педаль. Моментальные обороты. В необходимой зоне максимальная тяга двигателя. Да, кто-то скажет, это очень скромно. 12 секунд до сотни разгон. Естественно, логан не создан для того, чтобы дарить удовольствие, когда слезы текут в обратную сторону по лесу. Там автомобиль несколько для других целей. В данном случае его кредо быть экономичным и невозмутимым на любом типе покрытия. Здесь, к сожалению, оно слишком хорошо, чтобы раскрыть потенциал. Поэтому двигаюсь я в сторону небольшого оффроуда. Посмотрим, что в этом получится. Как мы реализуем потенциал автомобиля. В целом, едем на ура. Странный, отрицательный развал у задних колес у Minion. То ли он сильно его нагрузил, то ли еще что-то. Интересная история, да? Действительно. Едем дальше. Потихонечку перемещаемся. И замечаем другие моменты. Давайте включим мгновенный расход. Он, конечно, ни о чем не говорит. Опять же, постоянно меняются условия. Перепады высот. Ветра, которые ходят. Ну, повороты держатся на 3000. Максимальный момент. И 130 км в час. Вариатор отлично подходит для трассовых поездок. Не просто в городе, да? Тоже удобно. Не надо лишний раз тут делать. Ну и механику он буквально испепеляет. Logan Stepway City. Это лучшее сочетание двигателей и трансмиссии. Многие, кстати, начнут сейчас кричать, мол, вот опять ты пиаришь тот Renault с вариатором. Мы любим механику, мы любим там трястись, мы любим трудиться ногой, да, прокачивать ее. Мне кажется, что намного комфортнее и удобнее ехать так. Logan не для того, чтобы ходить в лорильном стиле связки поворотов. Ротов, Logan, он, в общем, под другим соусом идет. Вариатор вполне себе раскрывает характер автомобиля. Делает его очень удобным и экономичным. Это главное. Это главное, друзья, вновь повторюсь. Откроете ТТХ. Кто не верит и правильно делает. Не верить не стоит. Нужно верить своим глазам. Открываете прайс-лист ТТХ. Смотрите, эта версия самая экономичная. Вот самая экономичная. Даже 82 силы на механике. Кстати, там как раз другое секретное управление стоит классический. Она больше жрет топлива, чем с ЭВТ. Причем там около литра разница. Само за себя говорит о том, что хочешь экономить, хочешь комфорт. Вот такое сочетание экономичности и комфорта. То есть коробка правильно настроена, имитирует передачу, если нужно. Если ешь спокойно, работает как классический вариатор. Как нельзя лучше подходит во всех условиях. На оффроуд отдельное видео. Я надеюсь, что сегодня он у меня случится. Посмотрим, что там да как. Оценим возможности автомобиля как вариатор. Спасует или нет на подъемах, в песке. Очень будет интересная история. Ну и тут мы встречаемся с типичным одечественным поведением. Встать в левый ряд и стоять до упора. Я, ну, порой даже не знаю, что сказать по этому вопросу. Совершенно нет чувства дороги у людей. Как его прививать? Не знаю. Педаль в пол, поехали. Ну, где динамика-то? Да. Да, друзья. 113 сил, это не самая мощная реализация, которая может случиться с логаном. 2.0 прям просится, да? 2.0 прям хочется. 2.0 мечта. Санта-Фе с дизелем меня обогнал. Педаль у меня в полу, но, друзья, ничего не могу делать. Конечно, любителям погонять прям, получить кайф от скорости. Можно сделать только, если у нас появится версия GT или RS. Как зай. Потому что дорога держится, несмотря на то, что, да, рулевое, значит, специфично настроено. Дорога держит машина хорошо, шины помогают. Тормоза тоже работают отлично. Кто-то скажет, о, сзади барабаны, это что за дела? Но даже у Аркана турбированные сзади оставили барабаны, и ничего, видимо, тормозит хорошо. Так что дело не в типе тормозов, а в том, чтобы оно соответствовало все требованиям автомобиля. Чтобы масса была правильно подобрана под размер тормозных систем. Главная, конечно, особенность, можно не сбавлять ход на самых разбитых участках. Подвеска все стерпит, все переварит, все обработает. Да, отличная идея. И всегда Логан был, как я уже, как это видео я начал, так я его закончил. Логан всегда был, по сути, кроссовером, но сейчас добавили клиренс, сделали все хорошо. Кстати, он соответствует обычному Вестовскому, именно Сити. У обычного СТП 195 здесь 178. Ну, один сантиметр, что это такое? Ничто. Так что, если вы выбираете Логан, знайте, вариатор это ваш выбор. Остальные версии, ну, уж если совсем кто-то не переносит на дух вариатора, ну, берите механику. Ну, а автомат, он по-прежнему со 102 силами, это для меня не очень понятная версия. Я не совсем понимаю, зачем это. То есть, у нас появился отличный вариатор, механика для адептов того, чтобы чувствовать автомобиль. Якобы чувствовать, да, то есть, это не спорткар, да. Если бы была АРС-очка, спору нет, больше понравилась бы версия, да, на механике, чтобы как раз, да, драфт это ощутить. Но вариатор, видите, он великолепно работает, держит нужный режим, уменьшается расход, сбавил ход. Соточка у нас, давайте поедем соточку, кстати. Откажу сейчас обороты на соточке. Ниже двух соточка. Ниже двух тысяча восемьсот где-то около того. Класс. Нужно прибавить его в полпедаль, давайте посмотрим, как машина себя поведет. И в полпедали тоже имитирует передачи. Ну, раскрыл, я думаю, потенциал автомобиля по полной. Возможности понятны, очевидны. Кто бы что ни говорил, ехать на подобном типе трансмиссии одно удовольствие. По-современному, если настроен вариатор, он и быстро на отбег, и отлично экономит топливо, а в случае необходимости избегает этого самого мерзкого надрыва на одной ноте. Вот такие дела. Ну, кнопочка спорт. Да, кнопочка спорт не помешала бы. Включил, и вот надрываешься. Так мой голос надрывается. Вот на этой ноте, да, для спортсменов. Ну, там выиграете, ну, мне кажется, даже о десятой речи не идет, если честно. Вот такие вот истории. Поэтому, друзья, мы изучили в трассовом режиме поведение Логан СТП и Кросс. Кросс, да. Логан СТП и Кросс. Больше Кросса. Кросс был бы, если полный привод подкинули бы. Логан СТП и Сити, конечно же, с вариатором. Автомобиль четко ей в войне заданные характеристики оправдывает свое назначение. Без труда управляется. Хорошо тормозит. Подвеска невозмутима. Хотя покрытие платной трассы слишком хорошо для этого. На этом с вами прощаюсь. Оставляйте свои комментарии и ждите других видео. Рад стараться для вас. До новых встреч. Пока. Средний расход, да. Давайте посмотрим, что у нас получилось. 207. Слишком быстро я, видимо, да. Надо помедленнее ехать. Видите, да, действительно. Очень сильно влияет от манеры вождения расход. Но вновь заглядывается в спеки. И проверяйте мои слова. На этом прощаюсь в очередной раз. Рад, что вы смотрите мои видео. Конечно же, оставляйте свои комментарии. Но я отмечу, что премиальная резина в заключении, да, в третьем заключении, избавляет Логан, по сути, от отдачи в руль. Не забывайте, чем мягче резина на семействе B0, платформе B0, что у Логана, что у СТВ, тем лучше. То есть вообще идеально на зимние нешипованные кататься. Тогда руль почти не будет отдавать. В нашей стране это важно. А на западе подобное явление фактически отсутствует. Вот такие у нас охреновые дороги. На этом вновь прощаюсь. Сити вариатор рует. Пока.